Обрушилась вот эта стена. Дом находится, обнесенный весь в сяшках. После обрушения стены вход в подъезд перекрыли, а каждому жителю исполком разослал вот такое письмо. Освободить квартиры в течение суток. К такому исходу событий жильцы были явно не готовы. На разговор приехали сотрудники ЖКУ и полиция. Давным-давно могли предупредить, что в течение месяца ищите себе жилье. Когда ремонт должны были делать, где ремонт? ЖКУ, где ремонт? Кирпичное здание 67-го года постройки. По словам жильцов, жизнь здесь уже давно была небезопасна. Капремонт только временно скрывал уже явные проблемы. Крыша протекает, вместо окон в коридоре фанера. Полы прогнили. Кто находится на третьем этаже, спокойно смотрели на четвертый этаж. Вот делали ремонт три года назад. Вот они что сделали. Каждая осень так текет. Вот, пожалуйста, акт санитарно-билогическое исследование о том, что наш дом не соответствует единическим требованиям. Я этот документ, то есть такой же оригинал, я отнесла в администрацию. Но почему-то этот документ не приняли во внимание тогда. Видимо, ждали вот такого факта. В программу переселения за аварийного жилья этот дом не вошел. Однако в январе экспертиза показала строительные конструкции в аварийном состоянии. Но о переселении жильцов тогда речи не было. Уже после ЧП администрация предложила временно переселиться в санаторий поселка Васильево. Но уезжать люди отказались. Далеко от работы, садиков и школ. В полуразрушенном доме прописано 137 человек. 44 из них собственники. Остальные живут по соцнайму. Я останусь в городе и буду жить в этом аварийном доме до тех пор, пока мне не предложат город. Будем смотреть. Может у нас рядом с первой школой где-то общежитие. В течение недели в доме проведут экспертизу, подлежит ли здание ремонту, реконструкции или сносу. Если проверка покажет, что здание восстановить невозможно, нанимателям предоставят равнозначное по квадратуре жилье. Как быть собственниками, вопрос пока не решен. Пока же жители остаются в квартирах, несмотря на то, что в течение двух дней здание отключат от коммуникаций. Анна Городнова, Андрей Сентальцев, Рамзель Гарипов, Дамир Незамов, ТНВ, Зеленодольск.